С помощью гиборда я провожу все свое время в интернете, причем и на работе, и дома. Я успеваю посмотреть и, не знаю, и почты. Вы знаете, мне нравится, когда вещи хорошо работают. Простите, может быть, это звучит немножко высокопарно, но хорошо смазанный механизм. Он обычно привносит лучшие результаты, чем когда раздираешь атаку. Вот, поэтому я как-то, может быть, предпочитаю, когда уже все понятно, ты приходишь и знаешь, что вот сейчас, допустим, ты пришел в ресторан русской кухни. Тебе дадут русскую кухню, а не какую-нибудь там, я не знаю, латиноамериканскую. Вот какую-то определенность я люблю. А что мне не нравится, вы знаете, ну, опять же, это может быть мая личная, но у меня есть такой, как бы, подход, если ты что-то еще временем, потому что мы еще к этому вернемся. И Андрей, Андрея Хипов, это наш вот дизайнер. И прочие разные другие вкусности, это мы сделали с помощью Андрея. Спасибо. Almost. Дороги, ман, мастер-бай. Hopefully not the only one. We need our partners as well in the rest of the CEE countries. Jupiter is very simple. Jupiter is part of the big CEE cluster that actually counted 22 planets or 22 markets that was served by one center of Exxon's or marketing department or commercial marketing team that was situated in Warsaw. Jupiter, being the biggest planet, is actually Russia. That was the biggest country in this whole marketing, kind of, you know, this group of countries or this region. And for many years, this country was, plans were part of the bigger, kind of, you know, cluster plans. And it was the, all the commercial marketing plans were created in one place, which is Warsaw. And for many years, there were talks and discussions about, between you, joining our team. Because we actually now have the separate planning process. We will have separate planning processes for Eastern Europe. And Central Europe will also have their dedicated planning team. So, where we are in the process. And this is what this chart shows. We are actually in the process. This is where the job starts. The real game starts. We are in the process of... У нас всего 2 часа. Вы видели список вопросов, которые я вам выслала накануне. Потому что я уже банализировала компанию. У меня есть несколько вопросов. И хотел бы выслушать ваши предложения для последующей имплементации в компанию. Вот, у нас есть такие-то, такие-то проблемы. Давайте их обсудим. Какие у вас есть предложения? Вы ознакомились с теми вопросами, которые я вам выслала? Безусловно, ознакомились. Письмы выслали для тебя в ответ, как ты уже в видео читал, свой план. Нормально, слышно, слышно. Слышно? Свой план ты уже на главу. На этот сегмент. Я предлагаю изменить 2 предложения. Можно повысить юнит, изменив цену вот этого предложения. Можно изменить... В общем, я предложила. Я считаю, что путем изменения цен на эти 2 предложения мы повысим наши показатели до вот такого-то уровня. Вы с ними согласны? Мы быстро приняли решение, потому что завтра у Оксаны день рождения. И нам нужно быстро придумать, какой подарок ей подарить. Если у нас деньги есть. И сколько мы собрали? Мы обсуждаем поездку, где привезти к конюнеру. Так, значит, Маша, Сережа, я решила, что нам надо поехать кататься на лыжах этой зимой, потому что мы мало двигаемся, вообще я устала от сидения на работе, поэтому давайте, в общем, собираемся. Сереж, давай заказывай оборудование покупать, потому что, я знаю, ты не умеешь кататься, в общем, тебе понадобится. Маша, ты тоже откладывай все свои встречи с подругами, потому что надо собираться. Все, бронируем и едем. Какие лыжи? Я хочу поваляться на пляже, подгорать и сама глотать мой снег. Сереж, слушай, ты уже отрастил свежий воздух, ты постоянно валяешься перед телевизором, поэтому это не обсуждается. Все, я почему-то тебя видеть в таком состоянии. Зато ты работаешь в бухаделье и перед кем-то хочешь прихорашиваться, перед своими достойными коллегами. Мне нужен свежий воздух, я устала от сидения в душном помещении, поэтому все, это не обсуждается, я все решила. Вперед. Как же Ибитц? Я хотела на Ибитц тусовать. Маша, ты и так постоянно шляешься с вами по кругу. Как тебе все время сводить? Все, мама все решила. Я тоже заслужил воздух, но я с тропейской климат. Все, у меня все готово, я всем уже рассказала, что мы едем, так что, ребята, взглядов нет. А, ребят, я не знаю, вот здесь. Собирай вещи, мы идем тусоваться с белками. Сейчас компания пленнинга по четвертому кварталу. Давайте обсудим 17-ю компанию, 14-го, 13-го года. Наши польские коллеги, с высотой своего опыта, предложили прекрасную опцию. Ваша была просто в восторге. В общем, все в восторге. Предложили такое. В лиц-секцию 17-й новогодней компании мы ставим продукцию «Эвен Сан». Потому что, ну, это неожиданно. Три письма неожиданно. В общем, все будут покупать. К тому же у нас очень большой сток. Ну, то есть, по-моему, прекрасная идея. Что думаете? А нам еще разрешили в купальниках сфотографироваться и на бложку. Ну, в общем, понимаете, интересная идея. Ваша побежала, да? Да, да. Все, все. Давайте, наверное, уже по страницам распределять продукты, которые мы будем использовать. В принципе, да. В общем, все согласны? Наверное. Ну, не знаю, наверное. Да, раз Башка сказала. Кампейн так поддержала вообще, конечно. Мне кажется, что можно идти на объект. Да, уже время просто. Карин. Дорогие коллеги, у меня есть некие сомнения по поводу этого предложения. Да ладно? Ты что, на бложке это? Отлично. Я отлично очень. Я, конечно, очень хочу, но у меня есть некие сомнения, что все-таки не май месяц. Может быть, мы подумаем. Карина Ласбрейн. Мне понравился челленджный вопрос от Ваши. Ты разговаривала. Я устояла. Я ждала, что ты скажешь. И дала ответ. Не да, я порвала в майку на груди, а, собственно, аргументирую. Мне интересно с пропозалом. Мы сначала логически, почему нет. Потом, может быть, есть какой-то пропозал, я его выдвинула. А потом мы решили, даже на челлендж вопрос, буду ли я разговаривать, я сказала, что мы вместе обсудим, мы учтем каждое мнение, выйдем с пропозалом и вместе отстоим. Это я готова это сделать. В настоящем мире это не всегда случилось. Итак, давайте посмотрим, что происходит, когда дизайнер получает риф, мы получаем фрагменты, мы получаем красивый лейт. И он приходит к себе лейт. И его менеджер. И мой вопрос не работает. Кто сделал этот лейт? Excuse мой французский лейт. Кто это красивый человек, я думаю? Ну, ну, вы знаете, что вы думаете, что этот человек, Брэд Питт, он очень красивый? Я думаю, что вы действительно думаете, что это красивый? Да. Я hired вы, думаете, что вы были арт-персон с профессиональной обучения. И вы привезли мне это... Брэд Питт. Я очень удивляюсь, что вы мне пришли к этому поводу. Я... Я думаю, что это красиво. Я знаю, что я позитивно, что все это любят. И я не буду к этому поводу. А я могу сказать, я могу только сказать, мне кажется, что ты не можешь сделать это красиво. Я сделаю это красиво. И ты взял это! Ну, мы можем сказать, что нам не может бытьayaные человек, но не следует править правила, человек, который говорит «нет» к человеку, и другой, который очень пасовый и не может сказать ничего для себя защитить. Не будьте так, ребята! Не будьте так, ребята! Не будьте так, ребята! Он крутится! Таким образом, у нас есть небольшая вариация работы. Вот Карлсон, и вот маленький малыш. Карлсон приходит к малышу из его красивой рук с идеей. Малыш, у меня есть потрясающая идея! Мы сейчас поедем с тобой, полетим ко мне в домик на крыше, будем есть варенье! Малышки, it's excited! Малышки, it's excited! Потрясающе! Это будет просто великолепно! Ты прокатишься на моей плене, ты увидишь сверху город. Фантастическая идея! Малышки, it's so excited! У меня даже есть план! Вот это все мы берем, летим вот так вот на крыше. У меня есть план! Да! 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 Круто! Ну все! Я полетела скоро, прилечу! Как? А где же мой Карлсон? Он мне обещал крышу! Карлсон не вернулся! Но обещал вернуться! Карлсон не вернулся! Понимаем мой м 2021 Малышки, Малыш, решил узнать о нем, praying! Малышка стал приезжализирован Бриллиантная идея, что малыш никогда не испытывал. Малыш очень радовался, и он хотел следовать. Но Карлсон уехал. Он не оставил ни одного дала, он не делал check-ups, и он не оставил малышу ни одного дедлайна. Следующая история, вы можете узнать. Я хочу вас поздравить с тем, что наконец-то в январе пройдет полный handover, и весь этот fashion and home business окажется в наших руках. Слушай, это во сколько вы домой будем уходить? Это вообще что? То есть 60 часов? Нет, ну как? Ну что вы? Еще тренинги все не закончили. Я не знаю, это макс. Вы что, разве вы не верите, что мы справимся? Я, конечно, не верю. Я хочу спать. Послушайте, но вы только представьте себе, когда пройдет этот handover, которого мы так ждем, бизнес окажется полностью в наших руках, и вы каждый, и каждый из вас будет видеть, за что вы отвечаете, какой результат вы имеете. Вы не будете просто ставить комментарии авто СИИ и тим, шить вас сэм ту ю. Как только бизнес, но для этого действительно handover должен произойти. Вы понимаете, что нас ждет? Мы будем the most excited business in Russia? Да, мы готовы постараться это преодолеть. Слушай, а как мы достигнем этого work life? У нас есть очень хороший план. Мы прошли практически все тренинги, осталось вот совсем чуть-чуть, supply chain, excess и так далее. Это такие мелочи после того, что мы уже знаем весь new product development process, мы уже fully agreed with campaigns, how to plan campaign, мы уже знаем сколько будет у нас сезонных брошюр, и, может быть, это не будет меняться. После последнего извинения. И даже если эти изменения произойдут, мы уже знаем, как на них реагировать. И Алекса напомнили. И мы будем кормить Алекса каждый день. Я поливаю. Я поливаю. Спасибо. Мы делаем это как команда. И я думаю, что это было сказано несколько раз, этот вечер, вы знаете, что вы в этом встрече. Так что я вам скажу, что это было очень очевидно, что это было очень очевидно, что это было представлено. Так что спасибо за это. И они не хотят. Давайте... Давайте поделемся в вашем доме. Давайте с вами. Смой, а он у вас все? У вас есть, может, и есть? У нас нет. А я не делаю посылок. Аааааа. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. У вас еще мама наша катана с тем, Да уж она она. Она, она, она у тебя жена мама. Да вот ты, знаете что? Понять где вы, вы просто ли, что что она рассказала? А он показал, знаешь, как она получилась, да. Получается, что у него большая идея, они его неправильно нарисовали. У них вот эта часть, получается, вот даже без губ. Это видео? Товарищи, у кого левая часть? Значит, ну, так сказать, имеется в виду, что большей частью, да, вернее, так, смотрите, еще раз. Очень важно, что это мнение, да, может быть, отдельного человека, который... Значит, ну, как я услышал, Михаил, да, не так часто смотрим на общую картину, да, недостаточно уважительные. Это важно. Там же, как у меня кусочек вот реальных соседей, мы все друзья. А еще какие факторы принимаются на внимание? Да, пожалуйста. Мы еще раз с ним обсудили, потому что у кого-то, понимаешь, уже мясо цвет, то ли, говоря, вместе сюда. Понимаете, цвет просто... Девушка немножко не досидела у мастера. Ну, путь тоже очень близко. Ну, я вам покажу, что у вас так сказать. Просто так хвалить. Чуть-чуть надените, мне это не так красиво. Что у вас так просто так хвалить? Если вы потом посмотрите, что бывает, это, конечно, ну, очень замечательные места, вообще просто чудо. Итак, два параметра, на которые обычно внимание обращают, это, ну, когда мы анализируем работу. Первый – графика. Заметили, что это два разных этапа. Очень классный спрос. Насколько удалось одну линию превратить в другую. Ну, ну, в общем, близко к идеалу. Близко к очень хорошему результату. И второй момент – это цвет. Потому что то, как совпадет цвет, тоже очень важно. Поскольку у нас одно небо на всех. Да. Небо, да. Одним цветом. Небо в общем. Поскольку у нас женщина, которую вы назвали негритянкой, загорала в одном заярии. А на верхней части точно в одном загоралась. А ноги у нее под юбкой были. С носом, да. Ну, а ноги, да, что там, она в юбке. Очень мне нравится вот этот участок. Он просто с любовью вырисовал. Трудились мужчины. И давайте посчитаем пальцы. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Нормально. Или шесть, три, семь. Хотя, в общем, она добывает. Ну что, ребят, положите ее немножечко на стол. Мы вам ее обязательно...